всем привет сегодня на видео интересная камера с алиэкспресс приходит вот такой вот упаковки и как я вам уже предыдущую показывал если с блоком питания будет вариант то блок питания будет у вас приходить отдельно вот такой вот коробочки интересно будет камера тем кто ищет камеру для помещений в подъезд на лестничную площадку куда-нибудь на склад куда-нибудь ну какой-нибудь помещение даже ту же самую квартиру вы можете эту камеру установить камера в корпусе понятно для помещений но как я вам уже во многих видео показывал по данному типу камер именно в пластиковых корпусах они могут работать и на улице но при условии что на нее не будет попадать прямые осадки дождь снег то есть камент камера должна работать где-то под козырьком под навесом и тогда она у вас будет работать без проблем у меня в похожем корпусе где множество имеется отверстий и камера не герметично то есть корпус камеры не герметичный камера уже долгое время работает на улице в чем прикол вот именно данной этой камеры что она можно сказать универсальная это вариант 12 вольтовой камеры с подключением отдельно питание и отдельно rj 45 для передачи данных с камеры но есть вариант заказать такую камеру в таком исполнении с по и с одним отводом и камера будет работать напрямую от вашего по и видеорегистратора по и коммутатора сорока вес 8 вольтового то есть по одному кабелю но данная камера поддерживает вай фай имеет вай фай модуль имеет поддержку карт памяти камера с поя понятно этого иметь не будет тут вам нужно выбирать из из этих двух вариантов кому нужно по это те сразу по ссылке по моей могут заказать поя ну и без всяких вопросов есть возможность заказать минимум 2 мегапикселя и по максимуму 5 в моем случае 5 мегапиксельный вариант с объективом 3 6 миллиметра 12 вольт в общем то тут все и прописано модель камеры ну и чем еще интересно данная камера что пошли и к модули то есть модули ночной подсветки их уже чисто и к нельзя назвать модули ночной подсветки с универсальными светодиодами мы видим 4 светодиода под линзой имеют они желтый оттенок по идее можно сказать что это светодиоды лет но это светодиоды двойного назначения ну как можно сказать два в одном дальше я разберу сам посмотрю и вам покажу приблизим и рассмотрим что собой представляет данные светодиоды то есть камера имеет три ночных режима черно-белый обычный камера задействует и к светодиоды и к часть можно сказать данных светодиодов и имеет черно-белую картинку ни при каком условии не переходит в цвет и не задействует белые белую часть светодиодов второй вариант по тревоге когда камера имеет определение силуэта человека ставите или же вставите любое движение камера реагирует на это движение которое вы поставили и переходит в цвет и задействует белое свечение светодиодов ну и третий вариант когда полный цвет и постоянно горят белые светодиоды и данная карта камера уже этим обладает в чем прикол а в том что уже нету массовости так сказать на корпусе светодиодов нету отдельно и к светодиодов модуля с и к светодиодами нету отдельно модуля свет светодиодами все размещено в одном корпусе и понятно занимает уже меньше места данная камера полностью универсально имеет она и динамик и встроенный микрофон все имеет камера за свой ценовой диапазон понятно что камеру идеальное крепление это потолочная но также может быть и стеновое крепление на стене она также может крепиться вы ее можете поворачивать вниз вверх влево вправо перенаправлять ну и также вот такое вот иметь крепление так сказать на столе также вы ее можете направить вперед она будет смотреть камера икс м с к и а и сисе xmi приложение настраивается как все эксимаев ские vai-fi камеры Может работать как по Wi-Fi, так и по кабелю. Все это мы с вами проходили и показывал я вам в предыдущих видео, на предыдущие камеры. Ну и давайте сразу разберем камеру. Все здесь элементарно. Есть метки, совпадение меток. До совпадения меток и камера, то есть отстегивается ее вот это вот кронштейн, можно сказать, установочная часть. И также совпадаем метки, прокручиваем и все фиксируется отлично. Вытаскиваем кабели. Пластик мощный, именно вот пластик, насчет этого тут не придерешься. Эта часть также остается, отверстие под динамик. Есть вариант снять и это кольцо. Это кольцо, когда мы снимаем, на собранной камере у нас будет доступ к винтам крепления ее, к потолку или вот. Именно прикрываются места крепления. Дальше покажу. Прикрепили камеру, закрепили уже в собранном виде, не надо ее разбирать, а именно в собранном виде. И кольцо фиксируем назад. Ну и сами внутренности камеры находятся вот в ее, так сказать, глазном яблоке таком. Вентиляция, отверстие для вентиляции, отверстие для динамика. Кабель зафиксирован от продергивания. Вот такая крышечка, которую я, если честно, пытался уже открывать, но нужно просто, наверное, приловчиться или чем-то острым туда больше проникать. Не хочется повредить корпус. Но, в общем-то, можно открыть, но как бы доступ не сильно свободный. Соответственно, открываем и там у нас слот под карту памяти и дублирующая кнопка сброса. Хотя вот она на кабеле еще осталась, кнопка сброса к заводским установкам. Если в предыдущих корпусах это все разбиралось проворотом, сейчас имеем три винта крепления, которые просто откручиваем. И две части камеры разъединяются. По вашим просьбам создал группу чат в телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Вот так это дело происходит. В этой части у нас модуль крепится. Также все вот крепится на саморезах к корпусу, к пластиковому. Все можно открутить, изъять и посмотреть. Первое, интересно посмотреть на модуль со светодиодами, что я сейчас вам и покажу. Откручиваем также. Эта часть держится вперед на модуле со светодиодами. На нем собраны остальные модули и прикручены к корпусу. И также два винта модуля с матрицей. Также прикручены к пластиковому корпусу, к этой вот части. Также все на разъемах, шлейф на разъеме. Все это можно извлекать. Таким образом извлекаем. Впереди у нас остался залитый микрофон. И здесь все под стеклом. Стекло, есть защитные стекла. Передняя часть выглядит камерой вот так. Именно сам модуль. Алюминиевая подложка полностью алюминий. Видно объектив. ИК-фильтр. День-ночь. Здесь прокладка такая вот, изолирующая объектив. И вот что интересно. Здесь такая съемная линза идет. Линза на все четыре светодиода. Пластиковый такой модуль. Линзованный. И вот сам модуль. И такие вот светодиоды. Видим. Состоят из двух частей. Желтая часть LED. И белая часть именно ИК. И четыре штуки. Ну и кому интересно можете, что может будет видно. Рассмотреть. Фотоэлемент. Отвечающий за переход камеры. Ночной режим. Дневной режим. Ну и сами светодиоды. Что мне было интересно. И думаю может и вам будет интересно. И я так понял. Уже такими светодиодами. Последние камеры и будут оснащаться. Уже и поворотки идут. Предыдущую поворотную я вам показывал. Также мощно, очень классно работают данные светодиоды. Как в режиме ИК, так и в режиме LED. Кому интересно по модулю с матрицей. Обратная часть. Ну здесь такой вот модуль. И в общем-то обозначений как таковых никаких нет. Что за модуль? В общем-то не сильно и видно ни с внешней стороны, ни с внутренней обозначений как таковых не имеется. Поэтому визуально можете посмотреть. Ну и модуль с Wi-Fi модулем. Вот антенна идет. Wi-Fi пошел провод. Антенна крепится на корпусе таким вот образом. И слот под карту памяти. Именно под крышкой. Кстати да, там вот еще динамик. Упоминал я, что он стоит. И вот он. Кстати в корпусе под него место имеется. То есть все рассчитано. Динамик вот тоже приклеенный. Так вот кабель завязан на угол от продергивания. Хотя вот есть литье. Такой крючок для удержания кабеля. Но скорее всего сборщики подумали, что вот так будет надежней. Ну и вот сам слот под карту памяти. И с этой стороны. Кстати затерто много. Затерто просто обозначений элементов. Просто их не видно. Но если кто что рассмотрит, кому будет полезно что-то, я буду только рад. Без крышки отсек выглядит именно вот так. Для карты памяти слот. Как обычно. И дублируется. Кнопка сброса дублируется к заводским установкам. Карту памяти устанавливаем контактами к модулю. Тут у нас ничего нового. И до фиксации прижимаем до защелкивания. Закрываем крышку. И собираю камеру. Здесь все просто. Проблем вообще никаких быть не может. Совмещаем риски и проворачиваем. И именно тот момент, когда установить вам нужно камеру. Снимаем кольцо аккуратно. Черное на фиксаторах. И доступ у нас появляется для крепления камеры. Вот эти отверстия. Просто можно совместить. Вот так. И уже прикручивать камеру на место ее установки. Еще раз вам покажу тот вариант, как можно использовать камеру в дальнейшем по ПОЕ. Например, купили вы ее одну. Использовали ее одну по Wi-Fi. Или же просто по кабелю уже подключали. Но в дальнейшем вы планируете и уже расширяете свою систему домашнего видеонаблюдения. И перешли на ПОЕ. ПОЕ коммутатор или же ПОЕ видеорегистратор с прямым подключением на видеорегистратор камер по одному кабелю. Очень удобно. Видео по таким комплектам я вам уже показывал. Но вы можете отдельно купить видеорегистратор. Те камеры, которые у вас есть. Или же которые вы будете покупать, понятно, уже в будущем с ПОЕ. ПОЕ подключать напрямую к видеорегистратору. Данную камеру имеете. Возможность ПОЕ подключать ее напрямую у нее нет. Поэтому покупаем вот такой вот ПОЕ сплиттер. На входе в него 48 вольт приходит от видеорегистратора. Или от ПОЕ коммутатора. Одним кабелем. А камеру уже подключаем его выходами. На выходе у него уже 12 вольт, по которым именно работает наша камера. И данные. Понятно, что это нужно будет прятать куда-то в коробку. Герметичную распредкоробку нужно будет ставить. Ну, я думаю, она у вас стояла. Может нужно заменить, будет на больший размер. Но именно это ПОЕ сплиттер, который дает вам возможность данную камеру подключать к вашей ПОЕ системе. 48 вольт. Здесь вот так и написано. Вход 48 вольт. Выход 12 вольт 2 ампера. Отдельно продаются. Ссылку оставляю также в описании к видео. И как раз ПОЕ сплиттер решает вам ту проблему выбора камеры. На данный момент, как я вам сказал, имеется в таком вот исполнении. С Wi-Fi, с картой памяти 12 вольтовая. Или же ПОЕ 48 вольт. Вы сомневаетесь, какую купить. Потому что планируете в дальнейшем ПОЕ делать. Покупайте такую, пользуйтесь ей. Пользуйтесь Wi-Fi, пользуйтесь кабелем, пользуйтесь картой памяти. Пользуйтесь этой камерой как одиночной камерой в вашей системе видеонаблюдения. Придет ПОЕ время, подключите ПОЕ сплиттером и будете ее использовать в ПОЕ системе. Подключается камера элементарно. Покажу вам опять как по Wi-Fi, потому что камера Wi-Fi. Можно ее и по кабелю сразу подключить. Отключить Wi-Fi. Wi-Fi модуль не будет работать. Камера чисто будет по кабелю работать. Но, так как камера Wi-Fi, давайте подключим ее по Wi-Fi. Видели вы, антенна внутри есть. Так, наверное, скорее всего, вот видите, уже белые, такие прямо как ксенон, такие светят светодиоды. Щелкает, скорее всего, будет голосовое сопровождение. Динамик есть. Приложение ICC, ICC Pro, XMI, кому какое. Динамик немного глуховатый с теми поворотными, которые я вам показывал там. Динамик, скорее всего, а тут, скорее всего, динамик просто у меня занял такое положение. То есть тут учитывайте, что динамик может просто быть приглушен. Вот он здесь. Понятно, если его сюда направить, то его будет слышно. А если он будет говорить в потолок. Но, хотя, как для помещений, вариант динамика вполне-таки, я считаю, достойный. Сказала последнюю камера фразу. И после последней фразы ее жмем плюс. Ну, заходим в приложение ICC. Можно гостевой вход, можно одну камеру добавить. Можно аккаунт свой не делать. Но, если хотите облаком пользоваться, камера облачная. Ну, и в дальнейшем планируете использовать камеры ICC, XMI, то можете свой аккаунт создать. И будет у вас список устройств. Будет очень удобно. Настроить по Wi-Fi. 5 ГГц не поддерживает роутеры. Роутер и пароль. Wi-Fi. Доступа к Wi-Fi у данного роутера. Жмем подтвердить. Камера пошла добавляться. О чем нам и говорит. Она подключается. Подождите. На отчете 160 примерно камера уже у нас добавится в нашу домашнюю сеть. Даже быстрее на отчете 164 серийный номер светится и просит ввести свой пароль. Пароль доступа на камеру. Именно тот пароль, ваш пароль, который вы придумали и сохранили. И с этим паролем камера будет вас пускать. Можно назвать камеру. Кам. Можете сразу назвать ее. Можно ей поменять потом название. Так. Все. Камера у нас в списке устройств. Ищем ее. Если одна у вас, она сразу у вас будет здесь. У меня она по алфавиту добавилась. Картинка класс. Сразу смотрю, что картинка супер. 5 мегапикселей. Даже яркий потолочный свет. И то она корректно на него реагирует. Камера не слепнет. Фокусируется на мне. Отлично. Супер. Картинка классная. Цвета отличные. Ну, здесь уже как бы на уровень вышли. Работают нормально. Собирают уже из таких, из достойных комплектующих камеры. Давайте протестируем динамик. То есть, микрофон камеры. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Нормально. Микрофон вполне достойный. Того, чего я и ожидал. Нормальные сейчас микрофоны идут. Динамик. Давайте попробуем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, так себе. Динамик видно, что в связи с корпусом, наверное, более мощный. И невозможно было установить. Поэтому, поэтому он так и звучит. По другим камерам, конечно, я сравниваю даже с предыдущей поворотной камерой. Там динамик вообще, ну, как для улицы бомба. Скорее всего, так и рассчитана данная камера как для помещений. То и такой посредственный динамик, которого в помещении вполне-таки хватит привлечь ваше внимание. Или же, если вы говорите что-то в камеру удаленно, привлечь ваших родных, ваших работников, смотря где будет установлена камера. Можете позвать и пару фраз сказать. Начинка в этой камере такая же, как и начинка в поворотных камерах. Три ночных режима, определение силуэта человека, показать следы. Все это есть именно в этой камере. Поворотные камеры с поворотными механизмами. Эта камера просто вот в таком вот корпусе, без поворотного механизма. Но все остальное, процессор, матрица, даже вот эти вот светодиоды, ну, их меньшее количество штук. Но они уже также идут двойного назначения, как вот в последней модернизированной, так сказать, доработанной поворотной камере. Тут все также настройки, настройки тревоги управления памятью, карта памяти определилась. Идет запись настройки тревоги. Здесь режим записи, фото, видео. Также можем поставить звуковой извещатель. Камера будет ночью предупреждать звуковым сопровождением и плюс включать еще белые LED светодиоды. Такая себе звуковая и световая сигнализация. Ну, поставить, отпугнуть кого-то, как вариант, или же привлечь внимание, тоже возможно. Можно поставить звуковой извещатель, выбрать свое записать за кастом. Три секунды записывайте, сохраняйте. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Вот такую фразу, жмем ОК, успешно сохранено. У вас это будет за кастом, выбираем за кастом, жмем сохранить. Звуковой извещатель за кастом. Включить, будет он включен, сохранить. И он будет работать по определению силуэта человека. Сейчас стоит тревога. И он будет работать у вас по определению силуэта человека. определила камера си человека сейчас нет наверное не определила и будет включать звуковое сопровождение но и также и ночью ночью можно уже со светом такой вариант себе тоже смотрите камера как по мне также идеально для лестничной площадки понятно что это не антивандальный вариант понятно что ее можно разбить украсть но смотрите по своей ситуации подъезды лестничные площадки дома регионы бывают разные бывают там где уже люди живут более цивилизованные поэтому просто можно поставить для комфорта следить кто у вас крутится перед дверью может гости пришли вы отреагируете не будут они ждать увидели камера подарок подала вам тревогу в на смартфон что кто-то шевелится перед дверью движение какое то есть вы открываете смотрите гости пришли вы рады не успели они нажать на звонок а вы к уже открыли дверь и говорите вот я вас видел вот и показываете им запись с карты памяти в настройках информация об устройстве qr-код с айди номером камеры серийные иди прописан версия устройства версия программного обеспечения все здесь вот есть дата выпуска камеры время на устройстве обязательно синхронизить синхронизируйте если неправильная синхронизация если не совпадает время камеры с со смартфоном обязательно кликните пройдите сохранить синхронизацию тогда у вас будет адекватная запись на карту памяти бывает такое что вообще карта памяти не пишется в связи с тем что не синхронизировано время и здесь прошивка устройства есть доступное обновление жмем обнаружено обновление запустить можно обновлять можно не обновлять если боитесь обновить то пускай стоит то что есть но есть условия одни что питание не должно пропадать при обновлении камеры камера должна быть подключена и работать при обновлении готова просит камеру перезагрузить жмем ok и камера перезагружается и уже про после перезагрузки вступит работу с новой прошивкой ну кое-что обновляется кое-что видно обновляется кое-что незаметно но факт тому что обновление имеется постоянно обновляются как камеры так и приложения и различный софт именно икс и маевских камер именно эта фраза сказала что камера работает готова в домашней сети она спрашивает у меня активировать ли облака по данной камере можете активировать можете зайти посмотреть я уже пожаловал спасибо камера начала подавать тревожные вот она меня определяет как силуэт человека таким вот прямоугольником и работает вот сигнализация можно это дело выключить зайдя в настройки тревоги режим записи и снять галочку звукового извещателя готова камера теперь будет молчать ну и в общем то все камера работает можете ее нести устанавливать вы ее настроили на столе сейчас я беру ее отключаю от питания но в домашней сети она у меня остается при переключении питания она автоматически будет подключаться в домашнюю сеть и вы сможете заходить на нее с приложения из любой точки мира уехали куда-то взяли с собой смартфон она работает настроили оповещение присылает оповещение вам на смартфон что кто-то подошел к двери и камера вам присылает также и фотографии и все на свете здесь вот архив записи заходим именно переход или же на облако если облака активировали или же на карту памяти видеофото это с карты памяти вот фото все тревожные по времени по дате календарь открываете будет несколько дней выберите и смотрите фотографии по силуэту человека вот она и по силуэту человека и работает поставил я выделить выделять следы можете сохранить можете тут же поделиться скинуть кому-то вайбер скинуть кому-то в одноклассники куда хотите все все делает камера работает архив записи видео видео с карты памяти также вы можете удаленно заходить пошла уже первая первый ролик отличное видео отличное видео и вот пролистываете и смотрите себе выбираете и также по дням по часам и также можете выбирать выбирать что или постоянная оставить тревогу убрать постоянное или же убрать тревогу выбрать постоянную запись по тревоге вот именно по силуэту человека что-то я там сидел настраивал ну а камера меня определяет как силуэт человека можно записать с карты памяти вот ролик именно на смартфон сейчас я просматриваю карту памяти и тут же кликнул и ведется запись на смартфон ролик сохранится в галерее также сделать фото можно тут же при просмотре с карты памяти неплохой снимок сделай сделал я сохранился чтоб не скачивать с картой памяти вот вы можете уже сейчас поделиться вот этим всем что есть открыть на весь экран включить выключить звук звук отличный как для камеры видеонаблюдения звук а тем более для камеры для помещений звук вообще супер камера сейчас работает в помещении там где недостаточная освещенность то есть полная темнота в черно-белый режим перешла ждет появление человека в кадре чтобы перейти в цветной режим и включить задействовать белые светодиоды мы можем также режимами управлять удаленно именно вот отсюда сразу скажу по ночной картинке проблем вообще нету но судя из корпуса под камеры то проблем не должно быть никаких ничего помехой не служит перед объективом камеры никаких нету стекол дополнительных поэтому картинка чистая по всей плоскости вызываем ночные режимы и можем поставить цветной в данном случае камера переходит в цвет и включает белые свои в светодиоды и вот в помещении практически как днем то есть ее освещение лет светодиодов вполне таки хватит на лестничную площадку на какой-то среднестатистическую квартиру коридор комнату ну и даже скажу на какой-то среднего размера склад там где камера хватит ей обзорности туда и вполне таки будут доставать ее белые свечения белых лет светодиодов черно-белые понятно тот режим из которого камера не будет переходить будет постоянно в черно-белом будет человек двигаться не будет она переходить в цветной ну и двойной это по движению когда человек появится она включит белые лет светодиоды ну и плюс здесь стоит фраза включил я звуковую тревогу звуковую сигнализацию плюс будет еще проговорено фраза добро пожаловать я говорю стою напротив камеры наверное метрах в 4-5 широкий угол видите видит она сразу под собой все практически под углом ну не 90 но практически вот под собой видит все что все будет находиться ну и так вот широко так же захватывает и сейчас комнате полная темнота все закрыто окна все полная темнота и вот светят ярко ее часть вот это вот лет светодиодов сейчас если я поставил я задержку 10 секунд после 10 секунд когда меня не будет в кадре камера опять перейдет в ночной режим сейчас я переведу полностью в черно-белый именно тот режим когда камера не будет переходить в цвет ну и посмотрите меня в черно-белом режиме сейчас полная темнота я не вижу ничего вот только немного совсем немного вижу свечение можно сказать это нужно присматривать и как-то странно конкретно ну не видит глаз так чтоб сразу что-то кидалось в глаза если присмотреться то можно увидеть что что-то там добро пожаловать ну и вот сколько движений будет сколько определение силуэта человека будет столько камера будет производить или вашу запись или которую вы стандартную поставить кстати уже китайские разработчики уже включают русский язык и будут возбудить возможность ставить стандартные какие-то русские фразы которые на русском языке которые будут записаны будет возможность выбора в настройках но это будет чуть позже ну вот так вот в черно-белом режиме также я думаю что все вам видно мне тут ничего не видно конечно только нужно присматриваться полная темнота всего было раз фокусность но я вам оставлю оригиналы записи в конце видео обязательно посмотрите все эти сюжеты что я вам здесь показывал и рассказывал на большом экране открыть вот так будет я вам скажу что картинка довольно таки светлая можно ее взять и затемнить в настройках вполне таки хватает и к светодиодов именно той части и к светодиодов на большую территорию и все равномерно но вот немного здесь вы предметы понятно если будут какие-то близко лежать они будут больше отсвечивать но это они не отсвечивают а вполне таки можно разобрать что лежит например под камера или где-то в углу четкости вполне таки хватает тот момент когда камера может участвовать в вашей большой системе видеонаблюдения например планируете вы или же у вас есть уже система желательно иксимаевский видеорегистратор ну и соответственно камеры у меня в данный момент иксимаевский видеорегистратор одного производителя того же что и камера поэтому это идеальный вариант работы видеорегистратора и камеры в одной системе пустой канал жму плюс идет автоматический поиск для этого нужно чтоб камера была в домашней сети с видеорегистратором и работает поиск в поиске именно поиск работает по домашней сети если вы камеру хотите удаленно привязывать есть такая же возможность я показывал вам видео видео есть несколько по ссылке в описании смотрите оставлю там я все показывал и рассказывал камера присвоен ей роутером свободный айпи адрес и желательно в настройках выбрать эту камеру вот она камера fcf8 у меня определилась видеорегистратором нажать сеть и здесь мы можем присвоить конкретные айпи адрес камеры для работы с видео регистратором при пропадании появление питания камера будет регистрироваться под этим же ipi адресом этот айпи адрес за бит видеорегистратор на канал определенный и видеорегистратор всегда будет камеру находить если камера будет и менять айпи адреса то понятно видеорегистратор ее находить не будет нужно будет ее каждый раз перри привязывать поэтому ip-адрес подтверждаем пароль жмем ok опять адрес присвоим два раза кликаем камера переходит пароль неправильный видите пароль тот что вы присвоили жму ok и камера прогрузилась на видеорегистраторе вообще проблем нету картинка с камеры на видеорегистраторе ведется запись можно запись ставить по движению человека по именно по определению силуэта человека можно ставить по любому движению можно заходить в настройки камеры менять настройки изображения компрессия обслуживать систему обновлять камеру можно также с видеорегистратора можно включить автоматическое время выбрать перезагрузки камеры перезапуск восстановление по настроек по умолчанию все это можно делать с видеорегистратора также настройки изображения что немаловажно можете подстраивать стоят сейчас по умолчанию все по 50 заводские поэтому ну как по мне даже и нечего перенастраивать это уже будет зависеть от вашей ситуации от помещения можно добавлять яркости контрастности выводить картинку на ваш вкус vdr функцию также можно включать будет осветляться картинка по всей и плоскости те места которые затемненные будут также осветляться вся возможность работы камеры с видеорегистратором также компрессия зайти здесь можно формат сжатия 265 x 5 мегапикселей разрешения по максимуму 16 кадров в секунду можно поставить по умолчанию стоит 12 ну и также видеозвук в двух потоках аудио можно включать можно выключать ставьте галочку снимайте кому нужно кому не нужно кстати в настройках айпи камеры также через видеорегистратор свет установлен режим то есть меню можно зайти и поменять именно то что я вам показывал три ночных режима smart infrared smart alert будет работать именно по силуэту человека можете ставить задержку времени освещение и порог применить и камера переходит автоматически меняет режим теперь при появлении силуэта человека камера будет работать как я вам показывал или же интеллектуальный переменный свет это у нас функция получается отвечает за постоянный свет и освещение белыми светодиодами территории вот такая вот классная картинка очень сочные насыщенные цвета даже вот при полной темноте и задействование белых светодиодов очень ярко и классно кстати отличный вариант камеры для работы удаленно удаленно поставили вы ее в помещении на даче там где есть интернет а видеорегистратор у вас дома привязали камера с аудио можете включать звук в онлайне видеть картинку и в онлайне слышать у меня к видеорегистратору подключены компьютерные колонки и сейчас я слышу с камеры аудио в прямом эфире вижу картинку и слышу это можно также делать удаленно я вам показывал в тех видео под ключ прошлых видео подключение удаленной камеры к видеорегистратору как бы особого смысла нету показывать свечение вот полная темнота вот вы слышите как камера говорит ну и освещение освещение довольно таки мощно видите тень даже такая солидная от меня ну как как неплохой таки 10 ватный лет прожектор светит широко не не направлена очень-очень таки широко светит ну если посмотреть на нее то прямо ядовитые ядовитое такое свечение свечение чисто белое немного немного синевы и постоянно камера пока меня определяет постоянно произносит фразу ну вы можете эту фразу и отключить как по мне отличный бюджетный вариант камеры видеонаблюдения для помещений но как я сказал также можно правильной установкой использовать их на улице кому нужно попой и заказывайте с поя кому нужно вай фай карта памяти заказывайте данный вариант но как я уже сказал есть возможность в дальнейшем использовать также ее попой очень гибкие подключения то есть дают нам возможность китайские производители бюджетных камер использовать ip камеру в различных способах и в различных ситуациях ссылка на данную камеру и по и вариант также будет в описании к видео там же можете вы зайти и выбрать нужную вам матрицу разрешением 2 3 или 5 мегапикселей скажу от себя на данный момент идеальный вариант это требит 3 мегапикселя но и и также 5 уже подтягиваются ну хотя и мало кадров в секунду но уже 5 мегапикселей также радует своей картинкой подписывайтесь на группу в телеграме ссылка также в описании к видео подписывайтесь на мой инстаграм на мой канал ставьте лайки всем удачи и до следующих видео добро пожаловать камера работает по вай фай полностью в комнате помещение темно камера включила свои белые светодиоды светит очень ярко сейчас я переключу камеру полностью черно-белый режим добро пожаловать опять же работает аудио камеры аудио тревога аудио сигнализация но не работает свет картинка черно-белая человек только может слышать что вот откуда-то идет звук ну а видеть в полной темноте не может несколько красных точек есть имеется но нужно присматриваться только подойдя близко и то ну вот близко еще видно на таком расстоянии метро уже чем больше тем мало они заметны полностью черно-белый режим когда камера не будет добро пожаловать не будет переходить ну и цветной полностью когда камера постоянно будет в свете до того момента будет светодиоды будут задействованы пока не включится освещение помещения когда в помещении включится свет свет светодиоды потухнут а камера также будет продолжать работать в светном режиме ну и удаленное управление заходите вы из другой точки мира из другого города и другого конца города и меняйте режимы видите слышите раз два три четыре на смартфоне все я слышу с камерой ну и вижу а есть но могут